Холодная гражданская война между одной и другой частью населения является настолько персонифицированной, как в Америке. Неприятный, малый, плохо воспитанный, желобоватый, крайне агрессивно и самодовольно себя ведущий, при этом самоуверенный, нарцисс, и прочее, и прочее. Кто-то там в Кремле держит его за яйца и имеет на него серьезный компромат. То есть одно дело партийная дисциплина, а другое дело, собственно, человеческая совесть. Я считаю, что совесть важнее, чем партийная дисциплина. Здравствуйте, друзья. Это дед Артем, и у нас сейчас будет международная панорама. Поговорю сегодня об Америке. В принципе, имею на это некоторое право, поскольку в Америке бываю довольно часто. Американцев знаю многих. И обстановочку тамошнюю тоже успел неоднократно испробовать на себе. Итак, как вы знаете, 18 декабря Конгресс Соединенных Штатов в лице своей палаты представителей объявил импичмент нынешнему президенту-республиканцу Дональду Трампу. Почему этот импичмент произошел, вы наверняка тоже знаете. Это связано, как мне странно, в общем-то, с довольно близкими нам украинскими делами. То есть, имея дело с украинскими властями, в частности, с президентом новым Владимиром Зеленским, Дональд Трамп ему очень прозрачно намекал на то, что военная и денежная помощь Украине будет напрямую зависеть от того, начнут ли украинские власти копать под некую компанию Бурисма в плане коррупционного расследования. А что за компания Бурисма? Это там какая-то там нефтегазовая вроде или что в таком духе компашка. Но важно не то, чем она занимается, а важно то, что в этой компании работает, более того, даже долей владеет сын Джо Байдена. А Джо Байден – это бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки при Обаме и главный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. То есть Трампу очень хотелось украинскими руками вырыть яму своему конкуренту Джо Байдену из-за того, что сынок его вроде как-то там нехорошо себя вел. Ну, понятно, что это все использование служебного положения в личных целях. Ну, и это, в общем-то, уже достаточная причина для того, чтобы объявить президенту Трампу импичмент, что, собственно говоря, и было сделано. Ну, я лично ко всей этой истории отношусь неравнодушно, а скорее положительно. И вот по каким причинам. Причина первая, самая незначительная и маловажная. Дональд Трамп – исключительный жлоб и хам. То есть просто по-человечески он мне крайне неприятен. Ну, не только мне, еще огромному количеству всякого народа. Неприятный, малый, плохо воспитанный, жлобоватый, крайне агрессивно и самодовольно себя ведущий, при этом самоуверенный, нарцисс там и прочее, прочее. В общем, крайне неприятная личность, неаппетитная, я бы сказал. Это, во-первых. Но это не важно на самом деле. Второе, что более важно, особенно для человека, который работает президентом. Он лжец. То есть врет на каждом шагу, легко, виртуозно. В этом смысле очень похож на Владимира Путина. Такой же совершенно аморальный тип, который совершенно не отличает правду от лжи и явно считает, что, в общем-то, что хочу, то и говорю. Таким образом, он, скажем, и о своих всяких делишках говорил всякое вранье и платил там какие-то деньги каким-то адвокатам, чтобы они покрывали какие-то его прегрешения. Ну, там это касается и женщин, и проституток и так далее. Это меня как раз мало волнует. Но, вот то, чтобы давать взятки и затыкать деньгами рот всяким теткам, которые обвиняли его в порочащих связях, харассменте и так далее, вот это уже, конечно, крайне некрасиво. Тем более президент. Это же просто позор. Врун. Это второе. Третье и, возможно, самое важное, но, во всяком случае, точно самое важное для Америки. Дональд Трамп самым глубоким образом расколол Америку. Такого там не было никогда. То есть я регулярно бываю в Штатах, начиная с конца 80-х годов. Никогда такого не было, чтобы одна половина американцев люто ненавидела другую половину американцев. И эта ненависть была взаимной. Причем ненависть глубокая и, скажем так, обоснованная. И, в общем-то, вводораздел этот ненавистный, он проходит аккурат, ровно по личности Трампа. То есть одни ненавидят Трампа и хотят, чтобы его сраным веником скорее из Белого дома вышвырнуть. Другие, наоборот, обожают Трампа и считают, что вот именно такой президент и нужен Америке. Причем количество тех и других примерно равное. И надо сказать, что вообще сейчас в мире очень много таких расколотых обществ. То есть они повсюду. Британия, большинство европейских стран, та же Россия и так далее. Но нигде, нигде в мире больше этот раскол, вот эта вот холодная гражданская война между одной и другой частью населения не является настолько персонифицированной, как в Америке. То есть, скажем, в Британии, естественно, это отношение к Брекситу. То есть примерно половина англичан за Брексит, половина англичан против Брексита. Но Брексит – это как бы политика, экономика, это некий процесс и так далее. Если говорить, скажем, о европейских странах, будь то Германия, Франция и так далее, то опять же раскол происходит в первую очередь в отношении мигрантов. Кто-то за то, чтобы мигрантов высылать и больше в страну не пускать, кто-то за либеральное отношение к этим мигрантам. Но опять же, опять же, как бы тут никакой особой персонификации нет. В России тоже, кстати, в общем-то, кто-то к Путину относится неплохо, кто-то к Путину относится плохо, кто-то очень плохо. Но в общем и целом, все-таки, суть противостояния гражданского и человеческого в России – это не Владимир Путин, а это вообще в общем и целом та власть, которая в России правит со всеми ее потрохами, включая там все – от пенсионных реформ до мусорных свалок. А в Америке, а в Америке расколол, разделил страну именно конкретно Дональд Трамп. И я считаю, что чем быстрее вот этот вот человеческий фактор будет изничтожен, тем, естественно, лучше для Америки. Потому что жизнь вот в такой стране, где люди просто не хотят друг с другом общаться, исходя из их отношения к президенту – это, конечно же, ненормально. Ненормально то, что в Америке сейчас стало столько ненависти и столько вот этого раздора между людьми. Четвертая причина – международная. Я считаю, что для мирового сообщества и мировой политики Трамп – это тоже скорее зло, нежели благо. Это касается и того, что он, в общем-то, рассорился с Европой и всячески ее обижает и унижает. Это касается и того, что у него какое-то очень странное, такое кисло-сладкое отношение к Владимиру Путину и российскому режиму, которое постоянно заставляет заподозрить Трампа в том, что кто-то там в Кремле держит его за яйца и имеет на него серьезный компромат. Что, кстати, вполне вероятно, учитывая похождения Трампа еще до того, как он стал президентом, но уже по всяким деловым причинам посещал Россию. Это и его нежелание, явное нежелание, скажем, выполнять ту функцию, которую Соединенные Штаты выполняли. Довольно-таки исправно, хотя и не всегда правильно в течение всего послевоенного периода, а именно как-то поддерживать демократию, наказывать каких-то гнусных типов диктаторов, там типа, не знаю, Каддафи, Хусейна и так далее. Ну, это такая тема довольно спорная. И, как я уже сказал, тут очень много американцев напортачили и во Вьетнаме, и в Югославии, и в каких-то еще местах. Но в общем и целом пользы все-таки от этой деятельности мирового жандарма было, пожалуй, больше, чем вреда. Сейчас, значит, Трамп хочет вообще от этого дела устраниться и пусть там типа они там все друг друга перебьют, террористы там всех перевзрывают, а мы будем заниматься нашими американскими делами. Ну, тут, кстати говоря, раз мы говорили об американских делах, то возникает пунктик по поводу экономической ситуации в Америке. То есть единственные, на самом деле, какие-то аргументы в пользу Трампа, которые я слышал, они касались того, что Трамп зато там типа поднял американскую экономику, уменьшил сильно безработицу. В общем, какие-то вот эти вот внутриэкономические дела вроде бы как он в этом сильно преуспел. Ну, лично у меня это вызывает некоторое сомнение, потому что, во-первых, американская экономика досталась Трампу в уже очень даже приличном состоянии. То есть при Обаме все экономические показатели Америки шли вверх. И одно дело действительно поднять экономику, находящуюся в состоянии кризиса, а другое дело просто взять там уже готовый, такой симпатичный и развивающийся продукт, ну и придать ему может там один-два каких-то дополнительных импульса. Во-вторых, опять же, те методы, которыми Трамп пытается как-то приподнять и оздоровить американскую экономику, методы очень сомнительные. То есть это методы протекционизма, это методы всяких санкций и так далее. То есть сами по себе вот эти вот замашки Трампа, жлобские, они в полной мере отражаются и на экономической политике тоже. Вот что я могу сказать по поводу импичмента Трампу. Каким образом будет процесс происходить дальше, пока что не очень понятно, потому что то, что Конгресс этот импичмент вынес и одобрил, ну это примерно то же самое, что как если бы прокуратура составила обвинительный акт. Вот обвинительный прокурорский акт против Трампа, можно сказать, принят. Но после этого, разумеется, наступает суд, то есть сам процесс, где имеется с одной стороны прокурорское обвинение, да, оно уже есть, с другой стороны имеются судьи и адвокаты, а судьи – это весь американский Сенат. А в Сенате большинство у республиканцев. Республиканцы, естественно, своего республиканского же президента, скорее всего, будут защищать и выгораживать. Ну, я лично считаю, что лучше бы они этого не делали. Во-первых, потому что это нечестно. То есть одно дело – партийная дисциплина, а другое дело, собственно, человеческая совесть. Я считаю, что совесть важнее, чем партийная дисциплина. И поскольку наверняка 90% республиканцев прекрасно отдают себе отчет в том, что у Трампа рыльца в пушку, причем более того, что поводов для импичмента не только вот два, вот как там эти украинские разборки, их на самом деле гораздо больше, их десятки поводов, по которым Трампа можно было бы свалить с президентского трона. Так вот, лучше бы они все-таки слушались бы своей совести, а не окриков всяких партийных начальничков. И я думаю, что, может быть, может быть, конечно, и скорее всего, они одержат победу и не дадут выпихнуть Трампа, но это может для республиканской партии, американской, в общем, оказаться победой первой, потому что, как бы, свое лицо они потеряют при этом. И с точки зрения морали и этики, а это, в общем-то, по-прежнему очень важно, они окажутся в явном проигрыше по сравнению с демократами. И это и может очень сильно аукнуться на следующих выборах в Сенат и Конгресс, которые, по-моему, пройдут осенью 2022 года. Вот там вот им как раз все эти слезки могут отлиться полной чашей. И потеряют они огромное количество мест в американских этих законодательных органах. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Ситуация, с одной стороны, довольно предсказуемая, если говорить о ближайшем времени, с другой стороны, малопредсказуемая в том, что касается более отдаленного будущего. Тем более, что, собственно, вот это судилище над Трампом в Сенате, оно может начаться когда угодно. То есть Трамп, естественно, хочет, чтобы это произошло мгновенно, чтобы Сенат освободил его от этих обвинений. И он тогда скажет, вот, меня хотели выпихнуть, этого сделать не удалось, подлые демократы, смерть им и так далее. Это может быть аргументом в его предвыборной кампании. Демократы, наоборот, хотят, судя по всему, и это полностью, в общем-то, в их компетенции, это судилище по времени оттянуть. То есть может вообще произойти такая история, что Трамп будет участвовать в президентских выборах 2020 года, находясь под вот этим дамокловым мечом импичмента. Это уникальная ситуация, такого в Америке еще не бывало. Может случиться. Чем это обернется, опять же, совершенно непонятно. Ну, вот, собственно говоря, такой у меня был маленький политпросвет по поводу Америки. Это был дед Артем из своей вестимого хижины. Вы смотрите АРУ-ТВ АРУ-ТВ Продолжение следует...